здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов своих я вязал вот такого рака просто используя материал эти которые были у меня под руками друг попросил связать конкретно под определенную рыбалку для ловли окуня но просьба друга для меня закон давайте с вами мы теперь свяжем рака вот такого но для окуневой рыбалки я беру крючок овсетник и начиная делать огрузку огрузку я буду делать вот такими остатками вольфрамового электрода крепить его буду снизу для того чтобы у меня мой стример рачок быстро погружался вес мне заказом порядка 10 12 граммов поэтому обыкновенным свинцом мы так не грузим ну давайте теперь приступим вот я закрепил грузик промотал еще сверху свинцом проклеил и промотал хорошо нитью теперь мы с вами будем крепить усы усы для практической рыбалки желательно изготавливать или из остатков перьев брать вот допустим ось пера и и и общипывать так чтобы у нас оставалось только чистая косточка или же я вот беру два кусочка из-за лески где-то приблизительно 012 коричневого цвета в идеале было бы конечно если был бы мех барсука очень хорошо подходит его мех кафтейл я пробовал не очень подходит потому что сам по себе ломкий прихватим в одном месте восьмерочкой слева и справа так чтобы их можно было развести вот приблизительно где-то так подровнять и отрезать можно будет в любой в любой момент закрепили и будем крепить наши глазки вот как видно усы есть мы потом уже готовим изделие приведем к порядку вот я подготовил глазки на леску отдел две стеклянные бусинки можно пластмассовые можно изготовить методом наплыва лески как вам будет удобно глазки подвожу вот так снизу и слева и справа начинаю их прихватывать подровняем поставим на место где они должны стоять вот и окончательно закрепим глазки мы с вами закрепили вот глазки теперь я взял вот такую щепоточку меха енота вы можете допустим взять мех сваста лисы более такой любой жесткий мех можно писа попробовать мы будем формировать рот у нашего нашего рака крепим так чтобы он проходил у нас между усами и глазками закрепим подхватим мех лишним и отрежем всегда и теперь здесь же хорошо промажем клеем и промотаем так чтобы было видно наши усы он 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 Вот так. Из обыкновенной пленки полиэтиленовой, которая вот в упаковках, ну, несколько плотнее, чем пакеты с продуктами, я вырезал вот в форме такой типа рыбки кусочек. И закрепил его сразу за глазками в районе изгиба. И теперь нам остается только лишь хорошо промотать тело, сформировать, так как вот у этого нашего рака подготовить все. Можно закрепить лапки и в завершающей стадии я с вами потом встречусь. Вот мы с вами провязали голову, немножко груди, как вы видите. И время пришло теперь крепить остальные элементы. Я закрепил леску для того, чтобы потом сегментировать тело и изготовил пару вот таких клешней. Они изготовлены из остатков шкурки, которую вот я выстригал для себя даббинг. Я склеил две половиночки и вырезал по контуру, своему контуру вырезал клешни. Давайте мы теперь их приставим, сколько нам нужно, выровняем и закрепим. Потому что основное условие, которое попросил меня друг, это надо, чтобы его в рыбалке, клешни хорошо двигались. С одной стороны кожа хорошо, а с другой стороны, скажу вам сразу, за ней нужен уход. Потому что после побывания в воде наши клешни будут немножечко в непотребном виде. Вот где-то так. Крепим вдоль тела. Прихватили, подровняли. Вот у нас вышли вот такие клешни. Как видите, они достаточно подвижные. Немножко великоватые, но это не страшно. И теперь я окончательно промотаю даббингом, закреплю полностью весь материал. И когда будем покрывать, встретимся до следующего этапа. Вот мы закрепили, промотали полностью, придали форму нашему рачку. И теперь нам остается только лишь подкрасить пленочку и вот так ее натянуть сверху. Я это сделаю, и потом мы с вами встретимся. Вот мы с вами и закончили вязать рака. Как я уже неоднократно говорил, все приманки я делаю для рыбалки, а не для выставки. Поэтому, если вы хотите более реалистично, пожалуйста. Но этот рак будет служить долго и ловить рыбу. Всего вам хорошего. До новых встреч.